Ну что, друзья, несмотря на то, что вы плохо смотрите рецепты про ЗОЖ, сегодня я вам расскажу немного о правильном питании. Конечно, очень сложно там за 5, 7, 10 или даже 20 минут рассказать об этом, но давайте хотя бы сделаем маленький шажок в эту сторону. Я буду использовать грудку индейки, вы знаете, что это самое постное мясо из всех существующих, я конкретно про грудку, что огромное количество белка, аминокислот, кальция и всего прочего, что представляет из собой индейка, а лучше всего зайдите по ссылочке, которая указана у меня внизу, там есть все эти данные, значит, ребята, которые мне ее привозят, они поставляют ее на всю Сибирь, там и почти до Дальнего Востока, на вторую половину России, и касательно, вы можете по ссылке на сайте узнать, где она продается, в каких городах ее можно купить, обязательно подписывайтесь на Инстаграм, там всегда много всякого интересного, идей про ЗОЖ, не только про ЗОЖ, данные про индейку, в общем, все, что касательно индейки, это все здесь в описании. Значит, я же начну с того, что если мы имеем направление на ЗОЖ, на здоровый образ жизни, если вдруг кто не понимает этой аббревиатуры, то нужно учесть несколько моментов. Нужно исключить процесс жарки на жире, то есть, как только мы льем масло, все, ЗОЖем здесь мы не бравируем, это, конечно, уже просто вкусная еда. ЗОЖ, это когда мы исключаем масло при процессе приготовления, и используем его только в холодном виде, натуральном, ну, так скажем, натуральном, даже животные виды жиров тоже уже потом натираются или добавляются к приготовленной пище. Так вот, когда мы жарим на масле, это вредно, потому что масло при нагревании выделяет кучу канцерогенов, и поэтому отсутствие масла при жарке, это один из постулатов ЗОЖа. То есть, самый идеальный способ приготовления, это открытый огонь, ну, в нашем случае это угли. В вашем случае угли, я имею в виду, что не зажигалкой там дожарить, а вот шашлык. Шашлык, это самый ЗОЖовский продукт, честно вам признаюсь. Если мы используем, допустим, нежирное мясо и не поливаем его маслом, все остальное в допустимых нормах. Значит, маслом, как вы уже поняли, я не поливаю ничего, я всего лишь солю. Значит, кто на бессолевых диетах, тот смотрит ролики про бессолевые диеты. Ну, во всяком случае, вы можете просто это все не солить. Но несоленая еда, вы знаете, не такая вкусная. Значит, перец я сюда не добавляю, потому что он у нас может сгореть. Стейки нужно взять и переложить вот сюда, на сковороду гриль. Почему на сковороду гриль? Потому что здесь мы должны дать вот эту полоску, которая сделает индейку вкусной. Без масла, а нам мы всего лишь делаем колер, решеточку, а потом доведем это все в духовке. Никакого масла, как вы уже поняли, здесь нет. Многие считают индейку сухим мясом. Отнеситесь к ней нормально, не будет у вас сухого мяса. Не надо ее там мусолить, жарить, блин, эти тончайшие стейки, там, по 20 минут на сковороде, закрыв крышкой. Налейте водички, обязательно закройте крышкой, чтобы оно подтушилось. Но это пипец, это пипец. Хотите, чтобы исчез весь вкус, хотите получить вот такое месиво, которое называется топливом? Пожалуйста. Если мы говорим о вкусной еде, нужно делать все аккуратно, щадяще, на высокой температуре. Следить за тем, чтобы ничего не горело, но чтобы ничего не плавилось и не выделяло воду. В общем, смотрите, как я вам рекомендую делать. Полоски появились, появились, все. Выкладываем сюда. И сразу в духовку. 200 градусов, 5 минут. Дальше дело за малым. Гарнир. Для гарнира мне нужна терка. И мне нужна чашка. Смотрите, что я делаю. Кабачок. Вы скажете, да, ведь можно просто его пожарить. Хорошо, просто пожарьте. Но я вас уверяю, что кабачок жареный без масла, как и все овощи без масла, это невкусно. Почему-то многие, кто следит за своим питанием, считают, что здоровое питание это невкусное питание. Ложь и провокация. Для того, чтобы кабачок стал вкуснее, чем он был ранее, сюда добавляем натертый огурец. Маленький огурчик дает нам свежесть, да, и сразу просыпается аппетит. Немного вот так вот почистим морковку для того, чтобы одна ее половина была без шкурки. Если, значит, совсем вы фанат и сектант, значит, шкурку можно оставить, потому что в ней, как говорит моя мама, столько витаминов. Не только моя мама, конечно, все остальные тоже говорят, это же витамины, зачем вы ее выбрасываете, вы что? В ресторанах можно из шкурки варить там бульоны и все эти очистки хорошенечко промываются и используются потом для приготовления супов, соков, всего прочего, чего угодно. Теперь обязательно сюда нужно добавить чили перец. Почему чили перец? Да потому, что он хоть как-то немножко запускает процессы, происходящие в организме. Кому он противопоказан, не используем, но я считаю, что он там должен быть. Перед заправкой у нас еще сюда должны пойти кусочки помидоров. Смотрите, помидорки я натирать не буду, я их нарежу кусочками, небольшими кусочками, вот так. Почему натертые овощи, а не нарезанные? Когда натираешь овощи, нарушаются внутри всевозможные вот эти вот соединения, и овощи начинают отдавать сок. Сок нам этот нужен как часть заправки. Значит, вот это все мы заправляем. Вот смотрите, небольшое количество соевого соуса, буквально тут полторы чайной ложки. У меня были остатки, как раз то, что нужно. Апельсин. Апельсин дает нам сладость. Апельсин дает нам кислоту. Значит, сок я не всей половинки выдавил, потому что его довольно много, он очень сочный оказался. Обязательно редиску, но редиску я вот в эту тарелочку добавлять не буду, я потом добавлю редиску уже в само блюдо. Потому что редиска красивая, она и для украшения, и для вкуса. И режьте редиску всеки. О! Индейку пора доставать, потому что иначе она у нас перестоит, может пересохнуть. Что происходит? Вот смотрите, как только из индейки пошло небольшое количество сока, из индейки образовался сок. Пошел. Да? Это значит, что она уже стала менее сочной. Пять минут для нее было много, значит нужно было примерно где-то 3,5-4 минуты. Либо у меня температура здесь немножко выше нормы. Но сок белый, индейка готова полностью. Пока она у нас отдыхает, я прям последние штришки. В заправку я добавил апельсиновый сок, немножко соевого соуса. Обязательно оливковое масло Extra Virgin. Прям можно обильно, не переживайте. Сейчас половина диетологов и борцов за ЗОЖ скажут, ты что масло льешь? Блин, масло полезно для организма. Полезно. Только не жареное, не вареное, не пареное. Добавляйте свежее масло к себе в салаты. Не житесь. Не мешайте организму кайфовать. А как легкие? Легкие питаются маслом. Как мы можем без жиров жить? Кто говорит, например, мне лично, что жиры надо вообще исключить, я говорю, ты дурак. Теперь тарелка. В тарелку нужно выложить зелень. В моем случае это вот салат. Ну какой-то любой. Я пришел в магазин, увидел салат, купил его. Любые листья. Потому что там, где есть зелень, там всегда польза. Самая максимальная польза это зелень. Вот сюда вот я еще не добавил очень важный ингредиент. Это зерна горчицы. Вот смотрите, они похожи на мак. Но горчица, во-первых, дает некую такую легкую особую горчичную остринку. Она позволяет стабилизировать процесс образования газа в организме. Не зря это один из самых основных ингредиентов в аюрведе, в аюрведической кухне. Горчица очень полезна. И при всем этом она, с точки зрения повара, с моей точки зрения, дает текстуру. Она хрустит на зубах. Это прикольно. Все это нужно перемешать. Получается вот такая вот овощная гарнирная составляющая для нашего блюда. Самое, что не наесть. Можно, конечно, не заморачиваться и все накидать кусками. Но поверьте мне, когда у вас это все натерто, ваш организм не понимает, где он кусает огурец, где цукини, где у него горчица. Все это мелкое и получается очень яркая гамма вкуса. Так гораздо вкуснее. Гораздо. Теперь, значит, всю вот эту вкусноту нужно выложить вот сюда. То есть, если не добавлять сюда индейку, получится такая веганская прикольная штука. Но все очень красочно и удивительно вкусно. И все очень просто. Не нужно забывать о том, что когда вы хотите питаться правильно, ваше питание должно быть сбалансированным. Баланс витаминов, кислот, сахара, который есть в апельсине, в томате. Значит, если вы любите, например, что-то поярче и вы не запрещаете себе сахар, значит, берите. Я очень часто использую соус Наршарап для приготовления заправок. Это прикольная штука. Реально вкуснее, чем мед на порядок. Мед очень сильно делает блюдо, похожее на медовое. Ну, не блюдо, а заправку. Наршарап. Вот это я его со соевым соусом вообще идеальное сочетание. Так, когда у нас здесь все это вкусное, красивое, классное, нам остается сюда положить индейку. Кусочек раз. Кусочек два. А вот теперь перец. Вот теперь немножко специй. Специи нужны. Как питание может быть правильным, если в нем нет специй? Главное, их не жарьте. Добавляйте в свежем виде. Знаете, какой аромат отдает перец, когда он в свежем виде? Значит, если хотите, у меня здесь есть вот немножко, знаете, чили. Если вдруг кто-то, может, захочет и добавит сюда чуть паприки. Еда должна быть вкусной. А специи, хоть и не усиливают вкус, они, знаете, что делают? Они придают аромат еде. Еда становится ароматной, классной, красивой. И ее охота съесть. Потому что, когда вы используете такое понятие, как ЗОЖ, всегда почему-то, вот я слежу за своими там друзьями, они говорят, блин, это так невкусно. Почему это невкусно-то? Почему это невкусно? Возьмите вкусный продукт. Возьмите суперскую индейку. Не варите, не жарьте ее до талого. Аккуратно, щадяще. Объедините несколько овощей, фруктов и кислот. Возьмите листья салата. Сегодня такого, завтра другого, третьего. Полейте сегодня кунжутным маслом. Завтра оливковым экстра-верджин. Миндальным грецкого ореха. Возьмите несколько видов масел. Используйте это для того, чтобы ваш организм существовал комфортно. Посмотрите, оно идеально прожарено. Меня только смущает, что и мне кажется, что здесь мало сочности, потому что 2 чайные ложки воды оказались на противне. Но, вот, например, смотрите. Видите, мясо блестит? Чуть-чуть придавливаешь его. Блеск этот от наличия жидкости внутри. Видите, все сочняк. Причем на доске нет никакой лужи. Вся сочность, вся вода в мясе внутри. Когда вы так будете делать, это когда вы научитесь следить за своим питанием, тогда и можно говорить о правильном питании. Потому что вы наслушаетесь там-там. Делайте всякую ерунду. Делайте еду невкусной. Это плохо. Когда вы не получаете удовольствия, ваш организм начинает сопротивляться, переживать. Типа, что это? Мой хозяин меня не любит совсем. Чтоб я так жил. Это элементарно. Это просто. Это быстро. Это очень вкусно. Запомните, здоровый образ жизни должен приносить счастье и радость, а не испытание и труд. Простые блюда, обычные рецепты, но всегда с изюминкой на моем канале. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комменты. Я с вами. Меня зовут Василий Миленко, если вдруг вы забыли. Все, пока. Очень крутое блюдо получилось.